О боже мой, Хиви Гойген! Там же все видно, как он вообще не должен ее обнаружить! Просто как Соник залетел. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп! Так, есть кто? Ну что ж, леди и джентльмены, пока мы с вами ждем обновление Roblox Doors, которое выйдет буквально через парочку дней. Это вам вот такой вот небольшой инсайдик, немножечко не в тему. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, если не хотите пропустить это обновление. И вот пока мы его ждем, какой-то чувак за окном вновь решил немножечко хайпануть. Я, если честно, немножечко прошел мимо первой части этой игрушки, я в нее сам немного поиграл и, в принципе, готов вам это показать, если вы соберете лайки. Ну а пока человек за окном номер два, абсолютно, видимо, шедевральная игрушка. Давайте мы посмотрим, о чем она и чем она отличается от первой части. Так, звонок. Я знаю, что здесь вроде прям тонна текста, сейчас я буду очень сильно мучиться с переводом. И это у нас какой-то другой персонаж, по-моему, в первой части была... Нет, в первой части тоже была мама Рэббит и предмалой. А, предджуниор, его зовут Джуниор, хотя, возможно, это ее сын, который подрос. Предмамуль. Да, это ее сын, который подрос, скорее всего. Все нормально, да, все нормально, еще немного и у меня работа закончится. Я тебе звонил пару раз, а ты трубку что-то не брала. Ой, дорогуша, у меня тут тоже все просто замечательно. Я нашла у себя, видимо, где-то там в сумочке дополнительная пара баксов, так что мы заказали еще дополнительную пару чизбургеров. Ну, у меня по щечкам видно. Так что мы немного задержались в местном KFC. О, просто потрясающе, надеюсь, вам там понравилось все это дело. Ладно, мне пора к работе возвращаться, давай, если что, потом созвонимся. Мне нужно сейчас перед выходом еще целую кучу дел доделать. Также он попросил кому-то передать привет, и, видимо, на этом их диалог сейчас закончился. Одри? Одри, это, видимо, его дочка или... Да, это его дочка. Ни хрена себе, как они сюжет закрутили. Твой папа передал тебе привет. Он сейчас не работает, да? О, скоро будет перерыв. Ты, кстати, закончила домашнюю работу? Да, я закончила, бабуль. Хорошо, это то, что я хотел услышать. Так, стук в дверь. О, это, наверное, еда приехала. Сейчас я открою дверь. Блин, а я буду сегодня играть вообще? Или мы будем просто переводами заниматься и фильмы смотреть? Она открыла дверь, и там никого нет. Хааа, я прямо-таки слышала, как кто-то стучался, но здесь никого нет. А ты слышала, Одри? Ну да, хм, подозрительно все это. Хааа, тут опять эта книга. О, боже мой, хиви гой гейн, Одри, он вернулся. Чувак? Да, чувак. О, он достаточно раздражающий, не правда ли? О, ты не представляешь какой. О, боже мой, да, он вернулся. Ставь лайк за мой гениальный перевод. Ладно, нам нужно очень внимательно прочесть теперь эту книгу, Одри это понимает. Давайте-ка мы прочтем. Время прошло, времена года сменились, ничего никогда не может оставаться на месте, но все же человек продолжает играть в свою извращенную игру. Самые простые запросы и все, чего он хотел. Он бесконечно охотился среди темных улиц. Блин, вот тут из-за того, что все в таком стихотворном варианте, еще тяжелее переводить на самом-то деле. Как только ночь наступит, вы узнаете, что он на охоте. Держитесь от него подальше, иначе вы встретите свою судьбу. Слабое постукивание в окно всегда было его предвестником. Так что потратьте следующие пять минут мудро, или он сможет найти вас, и вы будете в опасности. С этого момента продолжайте осторожно и не спеша. Мужчина выучился, что нельзя тратить время. Боже, вот что за бред я только что прочел. Остальных страниц почему-то нет, что странно, хотя я и эти задолбался читать. Эээ! В смысле? А че делать-то? Не понял. Не понял. Здравствуйте. Ага, я могу с ней пообщаться. Одри, слушай, нам нужно что-то обдождать. Это важно, Одри, ты должна сделать это, дойти в страницы. А, нам нужно найти страницы и вернуть их в книгу. Да, все правильно. Нам нужно срочно найти страницы. Где они могут быть? Ну, скорее всего, в коридоре их где-то разбросал, а не в мусорке же. Зачем я окно закрыл? А вдруг он там подглядывал в окне? Так, может быть здесь какие-то странички есть? Ага, здесь ничего интересного нету. Давайте побегаем, поищем странички, изучим вообще, что здесь за локация есть. Есть телевизор здесь. Можно спрятаться вот здесь. Окейся. Ага, я не хочу ничего знать. У нас мало времени. У нас, по идее, 5 минут. О, одну страничку нашел. А ты че стоишь? Одри, ищи страницы, мать твою! Мы скоро помрем. А, сюда что-то записывается. А, сюда записываются места, в которые можно спрятаться. Холодильник 100%. Там, кстати говоря, еще одна записка. Собираем ее. А как он умудрился повесить записки, когда они находились на кухне? Или они только домой пришли, и там везде эти записки были, и они их не обнаружили? Еще одну записку нашел. А сколько мне вообще нужно найти записок? Непонятно. Так, 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 так. Ускоряемся. Под кроватью можно спрятаться. 100%. Ага, записали. Еще одна записка. Вот здесь еще, наверное, спрятаться можно. Как-нибудь залезть под будильник так, чтобы он меня не обнаружил. Не, ну а че? Ну а вдруг? Закрываем все окна. Я не совсем понимаю, а зачем окна закрывать? А свет можно выключать? Да вроде свет нельзя выключать. Окей. В ванной можно прятаться? Наверное, да. Окей. Блин, у них такая страшная ванная. Я не хотел бы я в такой прятаться. Здесь что за дверь? Еще одна кровать. Почему-то на этой кровати спрятаться нельзя. Congratulations! Ладно, у меня нет времени все это читать. Вот здесь еще можно спрятаться. Это штука для вещей. Опять закрываем окна, чтобы он не заметил, где же мы прячемся. Тук-тук-тук. Тут еще две двери. В этой двери буквально нет ничего. У них протекала крыша, они отсюда все вынесли, поэтому эта комната пустая. И, конечно же, есть ванная. Но ванная это вот самое небезопасное место для пряток. Хотя... О, боже мой! Нифига себе. Это очень страшно выглядит, если честно. Это что такое? Ну, здесь вряд ли можно спрятаться. Здесь будет как-то слишком палевно. Могу я туалетную бумагу забрать на всякие пожарные? А то она, мне кажется, пригодится. И мне кажется, я собрал все нужные страницы. Давайте-ка проверим. Раз. Агась. Что-что-что такое? Переворачиваем. Еще нужны какие-то страницы. И еще что-то я не отметил в наш список. А, может быть диван? Точняк, диван. Или дверь. Дверь? А, вот еще одна записка. А, так здесь выходить можно. Я думал, из дома выходить нельзя. Здесь нигде нельзя спрятаться. И здесь последняя записка, вроде как. Собираю ее. Здесь очень страшно. Блин, это один из самых необычных хорроров, которые я видел. Вот абсолютно мне непонятно, что здесь происходит. Но атмосфера гнетущая. И, по-моему, уже 5 минут прошли. 10 минут как? Окей. Может быть, где-то здесь спрятаться можно? Но явно не в духовку. Ам, в мусорку. Сюда может быть? Видимо, нет. Блин, Одри, у тебя есть идеи, где мы еще можем тебя спрятать? Может быть, в холодосе? Так, а ну-ка посмотрим. Нет, что-то я еще не отметил. Что? Что? Зачем я это зачеркнул? Это я не буду зачеркивать. Все страницы. Да, все замечательно. Найти друга это самая главная задача для человека из окна. И самым первым он проверит место под зеркалом. Так, давайте отметим. Место под зеркалом, место под зеркалом. Где оно, наверное? А где место под зеркалом-то? Что-то я не понял. Ладно, давайте дальше прочитаем. Полностью сосредоточенный он будет искать место для купания. То есть он под зеркалом будет искать, потом будет искать ванной. Дальше где? Дальше он посмотрит в шкаф, где хранятся вещи. У него будет улыбка от ушей до ушей, так сказать. И последним местом он проверит как раз-таки раковину. Ага, интересно, это все? Нет, еще! Да он вообще же весь дом проверит. Стоп. В таком случае нам точно нужно все это отмечать. Место под зеркалом. Что за место под зеркалом? Вот это 100%, вот это 100% вычеркиваем. Кровать он не проверяет. Я правильно понимаю? Кровать он не собирается проверять. Что же он в таком случае еще проверит? Место, где вещи хранятся. Где у нас хранятся вещи? Давайте пройдемся по дому и посмотрим, где вещи хранятся. Ааа, вот здесь вот. Close Humper. Зачеркиваем. Синк мы зачеркнули. И последние пару мест. Место, где моются вещи. И место, где вы спите. То есть это кровать и ваш туб, скорее всего. У нас остался холодильник. Kitchen Close TV Stand. Окей, предположим. Так, а ты можешь пойти со мной и спрятаться в холодильник? Серьезно? А ну-ка, давайте погрузим ее в холодильник. Это же сработает. Это же просто ужасно. Сам я спрячусь вот здесь. Могу я здесь спрятаться? И в смысле она не может туда залезть? А куда ты залезешь, блин? Что у нас там еще осталось? Может быть сюда? Она здесь может спрятаться. Окей, прячемся. И смотрим, что произойдет. Если я правильно уловил суть этой игры, то он сейчас будет искать те места, которые отмечены в книге. Ровно в 8 часов он пришел ко входной двери. Так, он вообще был за окном? А то я так и не заметил его. Так, он открывает дверь. И есть только 5 минут у него, чтобы найти нас. Он готов. А, я мог его как-то остановить? Там дверь, например, закрыть. Он прям сразу побежал. Посмотрите-ка, побежал, побежал! Ты как ускорился! Проверил. Вон там его в зеркале видно. Какой ужас. Сейчас он посмотрел под раковину. Под раковиной он никого не обнаружил. Сколько он на это время не потратил? Посмотрел ванную. И ванной тоже он никого не обнаружил. Он же потратил на это секунд 10! А у меня как? Еще 5 минут он нас не найдет! Так, он посмотрел там, где вещи хранятся. И опять ничего не обнаружил. Какой, мать его, кошмар! Куда он дальше побежал? Ага, под раковину еще одну. Окей, опять ничего не обнаружил. Больше он же никуда не побежит. Вот эта вот штука с ванной, как я и говорил. Это штука, где стирают вещи. Все-таки это не ванная. Я понял. Еще под одной кроватью он ищет. И все еще меня не находит. А сколько времени-то у меня осталось? Вот сколько он на это потратил? А, вот, там было показано время, я что-то проскипнул. У него почти не осталось времени. И как быстро он пришел, он так же быстро и ушел. У него не осталось времени на поиски. То есть вот так вот все это и работает. Это на самом деле немножечко сложновато будет со всем этим справляться. Я могу как-то усложнять ему путь. Может быть ловушки поставить, если он все время по одному пути ходит. Все, игра пройдена. Так быстро. И вот это вот хайпит. Ты не думаешь, что мы просто можем сбежать отсюда? Потому что... А, стук в дверь. Куда это ты побежала? Открывается дверь. И там посылка. Подарок. Игра на этом не закончится. Одри, дорогая, не надо бояться. Это просто еда, которую мы заказывали. Одри! Ой, да что мне сделать с этим ребенком? Ладно, нам приехала еда. Да, я думаю, мы должны как-то ей воспользоваться. Сто процентов. А, игра закончилась! Стоп! Все! Эта игра вот настолько короткая. Я получил звездочку. Окей, давайте начнем еще раз. Из Normal Mode у тебя есть как раз таки книга для записок, чтобы отслеживать места. А в Touch Mode, то есть в моде для крутых парней, этой штуки нету. И мне казалось, что эта игра будет, ну мягко говоря, подлиннее. Но все-таки мы продолжим играть. И в этот раз дадим ему нас поймать. Пропускаем все это дело и начинаем. Для начала нам нужно собрать опять все записки. У меня на это не уйдет много времени, я примерно помню, где они находятся. Раз, два, три, четыре, пять. И готовец! Все! Очень быстро, кстати говоря, записки были в других местах. Давайте сразу посмотрим, где он будет искать. Он будет искать под зеркалом. То есть мы можем спрятать Одри под зеркалом. Давайте-ка пойдем. За мной под зеркалом, дорогуша! Топай прямиком. Знаете, куда? Куда, куда, куда? Да, где у нас место под зеркалом? Вот здесь. Одри, дорогуша, прячься здесь. Ага, замечательно. Вот так вот. А как она там спрячется? Там же... Там же все видно! Как он вообще не должен ее обнаружить? Это что, какой-то анекдот? А если бы я там спрятался? Впрочем, не важно. Давайте-ка пойдем дальше и посмотрим, где он будет искать сразу после этого. Там, где вещи стираются. Окей, то есть я могу спрятаться здесь. А я могу все-таки реально как-то его замедлить? К примеру, если я дверь закрою. Эм... Ой, я реально закрыл дверь. Нифига себе. Стоп, а если я вообще все двери закрою? А ну-ка. Я могу, например, изнутри закрыться? Ага, изнутри закрыться я, к сожалению, не могу. Что очень-очень грустно. Но я спрячусь прямиком здесь. Давайте-ка она здесь спрячется. И у нас человек за окном опять приходит к нам домой. Ровно 8 часов. И идет сразу же искать. И он сразу же найдет Одри. Давайте-ка посмотрим, как это будет выглядеть. Там будет какой-то скример или что-то вроде того. А ну-ка. Он сразу выломал дверь за секунду. Ему насрать на то, что мы ее закрыли. Так. И БУМ! Он смотрит сюда. А здесь наша малышка Одри. Он нашел себе нового друга. Какой ужас! И что он с ней сделает? Ам... О! Какая-то новая концовка. Интересненько. Он получил звонок из дома. Там какие-то шумы. А потом оборвалась связь. Он почувствовал, что что-то неладное и побежал домой. Что же он найдет, когда вернется? Одному богу известно. Ага. И на этом игра у нас тоже заканчивается. Блин. И я потратил на эту игру доллар. Что за... Я лучше бы не знаю. Кока-колы попил. Что? Почему? Вот вы должны лайков поставить 60 под этим роликом. Вот потратил доллар. Ладно. Давайте включим крутой режим. И в этот раз первым он найдет меня. Правда, опять нужно искать записки. Все страницы я нашел, где он будет искать. Там, где грязные вещи хранятся. Окей. А я смогу там спрятаться? Для начала я должен спрятать Одри. Там, где вещи у нас стираются. Что ж, погнали. Следуй за мной. Тебе сюды. А я не знаю, каким образом должен поместиться вот сюда. Смогу ли я... Нет, я не могу сюда спрятаться. Какой ужас. А где я могу спрятаться? Черт. Это интересно. Я должен спрятаться в каком-то очень очевидном месте, где он еще меня найдет. Эммм... Я все сделал неправильно. Давайте попробуем еще раз. Первым делом он посмотрит туда, где телек стоит. Дальше он пойдет ко кровати. Точнее, под кровать. Давайте мы сразу посмотрим, куда он пойдет в последнее место. А, Under the Mirror. Окей. Я знаю, куда спрятать Одри, чтобы он ее не нашел. А нашел меня как раз таки. Ты прячься вот здесь. Он в последнюю очередь будет искать здесь. Какие же места он будет обходить первым делом? Телевизор. Кровать. Грязные вещи. Холодильник, скорее всего. О, он посмотрит в какой-то момент в пустую комнату. Давайте вот там мы и спрячемся. Это будет как раз таки место рядом с Одри. Прячемся здесь. Он приходит, и сейчас мы увидим еще одну концовку, потому что он это место проверит до того, как он найдет Одри. И посмотрите, какой он, мать его, быстрый. Просто как Соник. Залетел. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Так, есть кто? А, под телеком, под телеком. Они должны быть под телеком. Друзья, под телеком. Есть друзья под телеком. Друзей под телеком. Нет, дерьмо. Так, где же еще будут друзья? Может быть, друзья будут под кроватью? Эй, друзьяшки, таракашки. Нет никого. Ладно, я вас еще найду, уроды. Вы, наверное, там, где грязные вещи. Я залезу вам в грязные трусы. И нету ни друзей, ни грязных трусов. Вот дерьмо. Что ж, в таком случае, я пойду к холодильнику и стыбжу ваш сэндвич. Хотя у них там только губки какие-то как будто стоят. Ладно. Ага, нету у вас сэндвича. В таком случае я пойду и проверю ванную. Вы свиньи, вы здесь? Нет, свиньи здесь нету. Но я вас чувствую, ваш запах. Он уже близко. Вот она, странная дверь. Возможно, мой друг находится здесь. И да, привет. Он нашел нового друга. Что у нас будет в этот раз? Какая концовка? Что произойдет? Приходит чувак домой. Наконец-таки он успел. Ма, почему дверь открыта? Алло. Одри. Так, он, по идее, всех нашел. А, Одри сидит и плачет. Одри, что произошло? И где бабуля? Одри, давай, тебе нужно поговорить со мной. Что это? А там записка. А, там книжка. И он сразу все понял. У него вьетнамские флешбеки из детства начались. И на этом игра, видимо, закончилась. Но на самом деле концовки какие-то очень и очень скомканные. Если у вас, ребятки, есть какие-то пасхалочки или интересные идеи по поводу этой игры, напишите, пожалуйста, в комменты. Если же вы хотите, чтобы я, наконец, прошел и первую часть, обязательно поставьте лайкосики. По-моему, она была местами поинтереснее, поатмосфернее. Также не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео и увидимся.